Спасибо, Виталий, спасибо, Дмитрий. Матч был действительно очень быстрый, поэтому мы уйдем на 5-минутную паузу и вернемся уже в полноценной готовности и будем анализировать этот матч и все параллельные матчи, которые происходят или уже прошли во втором туре. Не уходите. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Собто от полиции Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аду auch zuvor Или от уровня L Alice最後 Крым субтитры создавал DimaTorzok Наверное,ое понятие Не aime gear соединили Не важно Не важно, кто куда ультанул. Смысл не очень большой. Какой там счет в конце был? 15-0? Ну, в ноль. 12-0. 12-0. Ну, можно так игру довести до такого счета, если круто отыграться сначала такими героями и никакого плана нет на камбэк. Там эти вардерасты уже только на дев тавера можно ставить, а это, когда ты ставишь вардерасты на дев тавера, это ни к всему хорошему обычно не приводит уже. Ну что же, очень хорошо начали у нас ребята из Na'Vi US. И также только что закончился матч, ну, не только что, закончился чуть раньше матч Arrow против Evil Genius. Параллельный матч. То есть, после поражения от ребят из Cloud9 Evil Genius подсобрались и достаточно уверенно обыграли ребят из Arrow. Вот я сейчас включаю хайлайт и мы ознакомимся с основными моментами этой игры, которые нам предоставят Dota. Да, я чуть-чуть видел эту игру. Там… старая добрая улдскульная Сирена Соломит. Ну, не знаю, мне кажется, это уже все-таки не современная мета. Сейчас так тяжело выиграть с этой Сиреной. Уже люди все знают, как ее контрить, как бы там могут и лес тебя подбанить, могут вовремя и в лес твою прийти, не дать там спокойно все это делать. В итоге Радик появляется поздно, а чем позже Радик, тем как бы меньше их. Хороший хайлайт только что мы увидели. Да, хайлайт. Потрясающе. Так, и… Ну, Аркизи тут просто очень сильно развернулся, видишь? Вот эта вот десятая минута уже открывала у него. 70 грибов, собственно. Да, все очень хорошо. У него тут будет очень много артов и просто будет… Хорошая вот эта острота с бестмастером и тинкером. То есть, очень круто себя герои дополняют. Птичка позволяет ракеты кидать там все время. Плюс на птичку можно прилетать в любую точку карты. Это вообще халява такая для тинкера выходит. Да, ну, очень уверенно по карте ведут ребята из All Geniuses. Ну, у них есть все. У них есть Рейс Кинг, у них есть… Насон у них есть. Рейс Кинг, как мы знаем, очень хороший саппорт. Андрей нам не даст соврать. У него есть стан, у него есть перерождение. Ну, да, неплохой саппорт. Ну, тут Мейсон уже начинает… Кстати, у Evil Geniuses это одна из, по-моему, двух команд, у которых я за последнее время вообще наблюдал бестмастера. Вторая команда это Virtus.pro. Да, я видел пару раз на миде на бестмастере. Ну, это, между прочим, хороший очень герой. Я не знаю… Мне кажется, он не очень… Ну, сильно недооценен вообще в доте. Что… Все-таки хай вот это… Помимо того, что у него все скиллы неплохие, прямо скажем… У него есть один имбанутый скилл. Согласишься со мной, Лёша? Все-таки мапхак в доте, он хороший. Было бы классно видеть всю карту. Бестмастеры сейчас могут две птички запускать. Одновременно они невидимые. Их, как бы, легко контролить. И они показывают очень много. А хороший vision – это такой залог успеха, на самом деле, многих игр. Согласен. Согласен. Надо у Бабара спросить. Дагон на тинкере, как ты говорил, НС, что если ты и дефишь, то дагон не особо отыгрываешь. А если ты давишь противника, постоянно нападаешь, то дагон хорошо заходит на тинкера. Только что мы видели, как три дагона подряд, три килла. Ну да. Но я этого не говорил. Мне кажется, ты путаешь меня с кем-то. Нет, ты это говорил, но на предыдущей игре. У меня тоже есть брат-близнец. Он иногда приходит. Так, ну и с первого тура я, на самом деле, хочу вспомнить игру, которую мы не посмотрели. Это Newbie против LGD. Вот, кстати, Newbie будут сейчас у нас на стриме играть против ребят из Invictus Gaming, за которыми мы уже следили. А вот ребят из Newbie мы пока не видели. И вот сейчас посмотрим, как они сражались с LGD. А это не очень долгая игра была. Две китайские команды. Вот этот стереотипчик 90-минутных игр. Ну, судя по пикам, могла бы быть долгой, если бы Newbie решили поиграть в эту доту, как LGD. Тролль, Мартретка. Кстати говоря, LGD вообще пик-то очень такой, я даже не знаю, как назвать. Своеобразный. Ну да, своеобразный подойдет. Слово лучше, чем многие другие, наверное, потому что, конечно, одновременно и тролль, и Мартретка, и что-то такое там. Ну, хотя с другой стороны это такое. Была одна тактика, только вместо Мартретки должен был быть воид. Воид ставит купол, тролль нажмет ульт, и страда называется колотушки. Колотушки? Да. Но тут тоже, на самом деле, нормальные такие колотушки могут случиться, если Мартретка начнет критовать под ультом тролля. Судя по всему, она не начнет критовать в этой игре вообще, в принципе. Ну, у Ньюби очень хороший пик. На самом деле, мне нравится, у них есть все, что нужно в доте. Мне тоже нравится пик LGD. Очень нравится пик LGD, а не Ньюби мне. И мне только не хватает, он не найт еще в стратегии. Вместо кого? Вместо кого? В шестом? В шестом. Вместо кого? Он не падает, это трендайс в соседней игре. Ну смотри, вообще артефакты не нужны. Ты вешаешь, Репел прямо на Мартретку напрыгает под ультом тролля и... Надо подержать. Кто будет держать пока она будет? Тайд. А надо попросить. Есть тайд, есть скайрет, есть слой, есть десейбл. Причем тимфайтовый такой. Так у Мнинайт только шестой действительно получается. Ну, значит, Энчантра должна найти в лесу Мнинайта. Ага. Ну, возможно. Приручить, и тогда придут победы. И пока что волк критует, а может редко не критует. Ну, очень... В GD, конечно, спорный пик. У Ньюби в тысячу раз дефолт, не все стандартный. И этот стандартный дефолт отыгрывается тут намного лучше. Сильный пуш, Ликантроп, Профет, что у нас, Раста. Ну, это вообще сильный пик. Просто есть куча демидж-дилеров. Ну, таких два явных. Фурион, который такой, тоже там потихоньку. И два героя, на самом деле, в доте чуть ли не с самым большим количеством десейблов на двоих. Ну, то есть там шаманы, шейкер, у них там миллиард станов на двоих. В итоге получается довольно гармоничный в плане тимфайта всего. Как-то все очень быстро и бестволово закончился. Такой ад показывают, когда игра заканчивается. Просто ад. Текстурный ад. Вот так вот выглядели у Ednubia. Очень уверенная победа. LGD пока ничего не смогли противопоставить. Четверки из Tung Fu и Xiao 8. Ну, нет. Вообще LGD надо что-то делать. Потому что они неплохо смотрелись последние месяцы в Китае. Да, они даже топовые коллективы там боролись и отыгрывали. Да, нет. А потом вот что-то у них в последнее время, по ходу, прошло не так. И это очень неприятная игра у тебя перед важным самым турниром. Вот прям что-то рушится. Там на параллельном матче Empire Titan игра. Ты открываешь уже? Да, я уже открываю. Я думаю, этот матч будет очень интересен русскому комьюнити. Да, я тоже так думаю. Болеем очень за наших ребят. Все-таки обсуждать с американцами. Они на текущий момент ведут по счету 17-15. И, в принципе, по голде у них небольшое преимущество. По XP они очень сильно проседали. Но сейчас все-таки смогли немножко карусить. Ага, сейчас уже снова проседают. Я так смотрю на Рейс Кинга. Сумасшедший в Рейс Кинг какой-то находится. Сумасшедший в Рейс Кинг на странице Титанов. Это на 20 тысяч закуплено. И очень сильно всех обгоняет. Что-то он такой... У Эмпайр, и Void, и Герокоптер, поэтому... Жадненький пик, но Эмпайр очень много тренировались с Support Вайдом. Находились с Raptor, но очень быстро он играет. С Support Вайдом и не Offlame Вайдом? Ой, в смысле... Да, я что-то оговорился. Да, с Offlame Вайдом. То есть это маг ходит этим Вайдом, там, подтерпливает... Нашли ПА. Но успел поражать БКБшку ПА, и поэтому не было продолжения. Я думаю, что это... Комментировать-то нам, может, игру не надо? Нет, мы не комментируем, мы как бы смотрим, что у нас происходит. Смотрим. Ну, от загулял немножко флай, может, от загулял, но... Вообще, Эмпайр, видишь, они вернулись к истокам. Хан Айрат, Silent, это Хан Айрат в народе. Он на Герокоптеры сел, а на Герокоптеры Хан Айрат, он очень серьезный... Хороший. Да, он, в принципе, хорош, но на Герокоптере он, как бы, особенно хорош. Реально, там очень большой винрейт, насколько я так думаю, но вроде так и есть. Потому что каждый раз, когда Silent садится на Герокоптера, начинаются проблемы у противников. Я думаю, мы, может быть, можем вывести статистику Silent, в принципе, по этому году. Вот так вот... Просто... Ну, подождем, может, и можем. Да, вот Герокоптер. 27 матчей, 70% винрейт. Ну, 70%... Это огромный винрейт. Это огромный винрейт, конечно же. Да. И вот, собственно, этот Герокоптер, как Кэрри вспомнили, Эмпайр... 17 тысяч дамеджа за игру. Да, это очень внушительная статистика. ГПМ 630 в среднем. В среднем 630. То есть бывали игры, видимо, где там было и по 900. Ну, и имея в команде такого дизейблера оффлейнера, наверное, эту роль тут выполняет Void, Герокоптер может напихать, конечно, очень серьезно. Да, это очень удобный, очень удобный герой для Герокоптера, потому что Герокоптер, как бы, он лучше даже многих других рейнджовиков, несмотря на то, что у него рейндж маленький, ему любую цель найти, какую бить и все. Все, кто в куполе, все, как бы, одинаково страдают. Плюс также, что Рауль залетает, а у Я чуть ли вообще не одинаково у них. Сенткинг. Кстати, Ярослав, что скажешь по поводу Скайрат Мага в меду? То есть вы его использовали как керри, остальные команды его в основном используют как саппорта. Вот Эмпайр показывает нам медового Скайрат Мага. Не знаю, но надо спросить вот Лешу, мне кажется. Очень хороший медовый Скайрат Маг, но тут попытались Титан подконтрить его Ланай, которая, в принципе, уверенно стоит против Скаймага, но, видимо, что-то не пошло. Я так понимаю, Висп, Хелтвал там что-то делали. Я думаю, в Ганге были, да, Висп и Сенткинг заезжали скорее всего. Потому что Ланай, в принципе, посильнее Скаймага будет, но это один из немногих героев, который может что-то противопоставить этой птице в меде. Покажи, пожалуйста, сколько БКБ сейчас у команды Титан. Вот у Скаймага у него одна большая проблема, ты ставишь его в мидл. Одно БКБ. Сейчас второе будет уже, а у Скаймага нет БКБ, что ли? Странно. Все Скаймага игнорируют. Одна такая вот проблема есть у Скаймага в меде, что как бы он же, это же мид-герой, да, все-таки. То есть это такой, как бы, ол-ин небольшой. Потому что герой-то медовой, и от него ждут, что он всю игру будет что-то делать. Но его сильно контролирует БКБ-шки. Да, его сильно контролирует БКБ-шки, но он тоже может там какой-то хекс посадить и нутшотит просто. Понятно, что может. Все могут хекс посадить. Сомнительная хроносфера только что была. Сомнительная БКБ, я бы сказал, от Resolution сейчас был. Ну, нервнички рискуют. Не, ну почему сам, ты смотри, внимательно, нету Vision'а. Они же не знают, где враги. Тут они все рядом. Сразу все ставят на всякий случай. Отлично. Попает флайв. Так, скипайбэк, условно. Эта драка может быть плохо кончится, потому что скелет сейчас один раз умер, он сейчас появляется, а он же очень больно бьет. И вот он просто сейчас развалит всю команду. Еще бочка по-троим такая хорошая зашла на подврат. Очень, очень проволокая музыка, так скажем. Но, дело в том, что... Да, да, да. Это, дело в том, что... Вообще, вот, кстати, из пик скелета, именно кэри, не как сейчас принят суппорт, а кэри, это одна из таких возможностей, хорошо контрить войда, в принципе, вообще по игре. Что воид, он любитель поставить купол, убить вражеского, ну, как на кэри, и его можно запилить за этот купол, и очень тяжело что-то сделать. Там как бы не отблинкаться, ну, тяжело как бы блинкануться, даже если у тебя есть блинк. Нужно реакцию тигра иметь, как бы почти ничем не спасти из него, то есть это буквально там единицы героев, венга может там отсвапать, там шадов демона спрятать. Ну, в общем, мало их. А, как бы, скелету ему относительно все равно, его убьют разок, чеку, он как раз появится такой флоенький, включит там свой БКБ или еще что-то и начнет рубить. Мак где-то заколупал на СПРа. Эээ, я, случайно, думаю, что... Что оффлейнвоид, как правило, делает агоним, потому что... Да, как правило, оффлейнвоид делает агоним, почему-то здесь... Решил одеваться в дамэдж, потому что вертолет не вывозит, судя по всему, скелета и ланаю под бэтрайдером. Вообще у Вера тут мало итемов, откровенно говоря, у него только бабочка, ну не считая там БКБ доминатора, но это такие арты Ой, что-то будет неприятно Ну, хотя... Ты знаешь, я очень люблю Ямотеха, он странный парень, это вот он, НВП, Ямотеха, кто не в курсе, почему он не покупает БКБ на кэри героя, он просто не хочет Третий раз у нас дает, второй раз у нас дает Леорик, и здесь уже БКБ у Геракоптера нет, поэтому... Бесконечный Ямотех просто, вечный Ну ты знаешь, я бы его понял, если бы у него был Блэйдмейл, потому что на Леорика довольно часто, на Врейс Кинга, конечно же, никаких Леориков нет у нас в игре Ну ты смотри... На него довольно часто сажают Блэйдмейл в Йолнир Иван, нажми на него, ну да, ты правильно говоришь, но салты просто кончатся у него Если бы Скаймак фокусит Рейс Кинга, он жмет БКБ, Мьолнир, Кираса, 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 да Ну я тебе и говорю, что он же кэри, у него слотов просто нет, ну куда он денет его? БКБ обязательно, должно быть вместо Армлета или Даггера, возможно будет Ну да, ну мол, видишь, типа не покупаю БКБ, потому что там Войт, наверное, какая разница, все равно там Войт, БКБ, ну блин, там все-таки еще куча всего, кроме Войта Там реально такой... Да, Скаймак с Энкингом достаточно, на самом деле Ну да, блин, даже тизеры уже достаточно просто встал в тизер разочек посреди драки, уже бить не может никого Ну, в общем, очень много всяких штук, без ВКБ стран, но, тем не менее, видишь, у него пока выходит Может он впитывает, чтобы фокус был магический на него в приоритете, а не на каких-нибудь там саппортах? Ты просто понимаешь, там как бы гирокоптер с Энкинг, это такой фокус, это не фокус, это просто побочный МАУЕ отнимает тысячу хп лишнюю, если не больше, там пара тычек и он свалился Ну да, под ультом А, не работает ли Лайфстил? Не работает ли Лайфстил? Нет, конечно, не работает Не работает, но ульта это за него В смысле, а, за него Ну, за Леорика, я имею в виду, что у гирокоптера не работает лайфстил, пока его там бьют Да, да, не работает Это правда У Баеда не работает Ну, мне кажется, дэмэджа не хватает серьезно сейчас с Империей Мне кажется, время пришло рапиры на гирокоптере Возможно Я большой фанат Маг на праках против вас делал Аганим вообще во Флэйн Войде? Всегда делал, я не знаю, почему он решил мне делать его Ему на самом деле не хватает 800 монет Мне кажется, ему не хватает мидаса еще Аганим реально очень усиливает купол, снижает кулдаун, увеличивает длительность на 0,5 или сколько там, полсекунды? На секунду ровно На секунду? Угу Ну Нет, это да, это топовый артефакт для Войда Как ни крути, даже кэри Войдам, который фармят с легкой пупет Я не знаю, почему маг без мидаса То есть можно было бы мидас оформить даже после мома какого-то Но в любом случае Он бы окупился ему этот мидас Как бы войду мидас в любом случае неплохо, потому что атак спит Ну и по чуть-чуть, по чуть-чуть выходить в лейтуху Все-таки мидас, ну что, он стоит 2000 Рано или поздно ты его продашь Получится, он всего стоил тебе 1000 Пол тратил всю эту штуку, да? Приятно Приятно, да У Батрайдера было много денег, он себе госскептер решил купить вместо БКБ Да, ну молодец тоже Зачем БКБ покупать, госскептер, он нормальный Они там, а мы здесь Просто я хочу, чтобы он нажал госскептер, типа как ПРО, когда Войта прыгает на него в куполе Ну и чтобы он прям под ноги получил ульт Skymaga и там же отвалился Ну просто не очень понятно, зачем здесь нужен гост Там больше магии, чем физики даже По крайней мере пока Пока у Гирокоптера только бабочка на дэмэдж Возможно, при входе в драку, перед тем, как прыгать, чтобы не залетела, что знаю, плечечка гирокоптера Ну, возможно, резолюшину очень больно Это очень хороший выход сейчас был от Титан Да, с Маке они были и хорошо делалось все Но нет байбака, кстати, у резолюшина, реально время, ну точнее Рошана нет, по-моему, да? Рошана недавно забирался всем рискинг, так что 40 секунд есть Теперь у Титанов, чтобы этой игре что-то предпринять Но они, походу, никуда не смирают совершенно И, кстати, их тоже, мне кажется, может быть ошибкой Потому что, если дать гирокоптеру купить 6 слотов О боже, а зачем он купил Яшу? Вашим, как это, аналитикам в студии Вот тебе не хватает урона, и ты такой, что бы купить, что бы купить Есть 4 тысячи денег, 4 тысячи денег Возьму Яшу, она даст мне 16 урона 16 экспеда Вон там, а ты здесь Ну, понимаешь, покупая Яшу, может неожиданно присоединиться Сейчас он купит манту, забайтит на иллюзию с манты Бэтрайдера Бэтрайдер тратит лассо, Хан Айрат заходит и убивает всех с игрой Ну, очевидно, они сами понимают, и это видно по всей игре, что как бы летят по чуть-чуть Ну да, если посмотреть графики, то там уже по XP больше 12 тысяч Там уже даже не чуть-чуть, получается И больше 8 по голде Да, ну а что делать, когда ты проигрываешь риск? Вещь как бы такая Она иногда и приносит плоды Ну, учитывая, что это первая игра в группе для них Как бы, почему бы и не рискнуть, в конце концов, да? Ну, возможно, они делают ставочку на Void, у которого появился Daedalus, то есть он уже под хроносферой начнет сильнее раздавать Неплохо запиливает Void под хроносферкой Если хроносфера накроет хотя бы того же Бэтрайдера, как было под лоу-граундом на базе, то это минус один из core-героев СК-трясет Ну, мне кажется, это будет сейчас Ой, Мак, ну почему Мак сейчас не поставил купол-то заранее, сразу? Такая ошибка Но он, кстати, почему-то он не умер А не хватило дамаги, потому что Леорик в это время обходил... Эээ, Рэд Кинга в это время обходил всех И... Боже мой! Демотек, за что ты так делаешь с людьми-то? Да, ну, честно, я вообще не понял сейчас этого... Что сделал здесь? Ну, почему Мак не поставил купол сразу просто? Для него бы не смогли прыгнуть, они бы просто убили одного Ну, и могли бы сменить позицию, как угодно А и это, наверное... Да, Мак в этой драке... Он так и не поставил купол так и до конца Никуда? Нет, это, наверное, еще не ГГ, но... Блин, все очень плохо для наших ребят Эээ, Воид сплоховал Сплоховал... Сплоховал... Ну, что-то не разобрался, может быть, был какой-то план, они что-то друг друга не поняли Просто, мне кажется, если бы он поставил купол, Бэтрайдер мог бы так же прыгнуть, еще и сам тоже в купол И вообще, ну, это был бы ГГ для Титан Ну, точнее, может, не ГГ, а там, Байбеки, туда-сюда В любом случае, хорошая драка для Импайр А теперь... В любом случае, когда Воид не тратит купол и умирает, это плохо Да, это действительно неправильное... Экономить купол не надо А он же выжил после Лошо, почему он сразу купол не поставил? Я тоже не понял, почему бы ему сразу не поставить купол и не убить того же Бэтрайдера, ну, хотя бы его тут же... А, потому что Бэтрайдер потом еще там оттолкнул Герокоптера в сторону Рэдкинга и наделал делов, а Войд подошел под Рэдкинга, который его с одной или двух ударов просто убил Делай киллы, если можешь, как бы, ставь купол, убивай Он мог спокойно накрыть того же АА Бэтрайдера Там в Тэмпларке летит МКБшечка и уже совсем больно будет Герокоптеру Ну, и опять же, драка, дэмэджа, опять же, не хватало Ну, я бы даже так сказал, что вот тут в драке, когда Яматех дрался с Сайлентом, когда он почти отъехал Я не уверен, но вот тут стоял Флай с фулл ХП и относительным количеством маны Я потом посмотрел, у него был Барроу Страйк, если бы он, может быть, Даггер обратно сделал и подкопал, если у него этот был, то, я думаю, может быть, исход в драке мог бы быть и... Даггер pointer собирает себе все-таки БКБ Понравился Гост Голос не понравился Голос не работал Бракованный артефакт Не, у Дюхрата нету ничего Пока нет, только Голосы за сутки сорвания я думаю что то есть в суд как раз таки вон там у нас есть празднование даже если он все продаст неудобно не разогрели хватит но у него будет близок близок будет каганин и все хорошо было бы то что жил он на самом деле я как и мы для не будет ему надо да не он как нибудь неудобно хорошо он исполнился только что и тут же присутствие это то есть там но импара это знают они там подтягиваются тоже. Возможно, сейчас кто-нибудь замесим. Главное, что у Леорика не будет слота под это дело. Он отдаст ПА. Аганиль. Да, ПА уже выложил исход. А тут уже как-то привозят сюда. Его увозят. А, не домой. Смотри, неплохо грампу сменили позицию. Хорошая ульта. Флай пытается зайти в спину, но его увидел хай. Сейчас непонятная ситуация. Просто там же еще Аегас. Флай без ульты ворвался и он сейчас начал расхистовывать и умер. Яматех там очень-очень больно плет. Выкупается Райт Кейнг. Ты, пашется... Поближе же сделать. Ничего не видно. Слишком далеко уже. Я реально глаза ломаю. Да, да, да. Все-таки вот этот Аегас и ульт Врескинга тут очень много сделали. Я не знаю. Вся команда была... Вся команда была где-то на 30% ХПА и Скайрайт только что Бладстоун проюзал. Возможно, лучше бы он его проюзал тогда. Подлечил бы свою тиму, да. После этого он бы, естественно, отправился в Таверну, но выжил бы потенциально Керокоптер. Слушайте, а вопрос такой, а когда Скаймак юз... Ну, точнее, когда Бладстоун юзается и за линковым тизером висп с кем-то, это хилл, кто-то даблик, и все, или нет. Я думаю, нет. А Прикен Даблиц, это просто кого-то, да. Ну, это надо смотреть, на самом деле. Может, да, ну, в общем-то, тут уже, скорее всего, конец. Третью сторону сейчас, скорее всего, снесут. Ребята ошиблись. А нашей игры до сих пор нет, к сожалению. То есть, возможно, нам подождется, что Роковым стал тот самый. Но у нас еще, я думаю, они все-таки по времени все делают, и у нас будет игра через 10 минут. В котором не было Купола, Ярослав. Я надеюсь, что почему-то не стали убивать Последний Барак. Пред Последний Барак, они тут тоже не забрали. Тогда в этом есть смысл. Но, откровенно говоря... Да, оба Барака Каспера остаются. Откровенно говоря, шансы Empire примерно 0, 0, 0, 0, 0, 0 процентов, потому что, ну, как бы, никак. Ну, вот они пошли в Последний Барак. Ну, я не знаю, что вот есть у Салента. Что это такое? Ну, за что ты такой манту покупаешь? Вот зачем им манта? Все-таки, ну, в такой ситуации точно надо рапиру делать. Продай лучше эту Яшу, накопи на этот Саккарет. А манта ничего не сбивает? Какой-нибудь Глимс? Ну, можно увернуться от стана. Нет, Глимс сбивает. Но смысл? Ну, и что? Сбивает Глимс? Да. Сбивает Глимс, сбивает, ну, типа, ну, и можно от стана с НКНГ, ой, ну, в Рейс КНГ, но и что? Ну, типа, очень здорово. Скилл показывай, уворачивайся от стана в Рейс КНГ, делай 0 ДПС. А у нас все-таки уже создали лобби. Это очень хорошо. И мы можем начинать смотреть, или, по крайней мере, возвращаться к игре Ньюби против Invictus Gaming. За IG мы уже смотрели сегодня каточку против Альянсов. Они ее выиграли. А за Ньюби мы смотрели хайлайты. К сожалению, у них там не все пошло хорошо. Нет, они наоборот не выиграли. А, они выиграли, да, прошу прощения, прошу прощения. У них все вообще отлично. Это фавориты турнира играют между собой. Между прочим, одни из главных таких, наверное, фаворитов. Игра должна быть интересной.